Сочетание двух противоположных продуктов, мёда и чеснока, издревле считается уникальным по своим церебным свойствам снадобьем. В народной медицине всегда использовались натуральные продукты, свойства которых изучались долго и кропотливо. Ни один отвар, ни одно народное средство не становилось популярным до того момента, пока не оказывало своих выраженных целебных свойств. Использовав мёд в сочетании с чесноком, можно добиться оздоровления всего организма. Компоненты чеснока и сладкого продукта пчеловодства бьют точно в цель, улучшая состояние и отдельных систем организма. Приготовление средств не затратно в финансовом плане и под силу абсолютно каждому. Но в чём же польза мёда с чесноком? Давайте разбираться. Для начала мы разберём основной химический состав основных ингредиентов. Первый – чеснок. Несмотря на свою природную жгучесть и специфический аромат, чеснок по праву считается одним из самых полезных продуктов, который должен присутствовать на столе каждой семьи. В составе чеснока содержатся не только фитонциды, но также огромное количество витаминов и минералов. Больше всего в чесноке витамина А, Д, С, ПП и витаминов группы В. Среди минералов значатся калий, железо, магний, кальций, фосфор и натрий. Помимо этого чеснок богат фитостеринами, эфирными ценными маслами, биофлавоноидами и антиоксидантами. Примечательно, что полезен для здоровья только чеснок в свежем виде. После любой термической обработки, отваривания, маринования или тушения полезные свойства исчезают. Регулярное употребление жгучего овоща позволяет нормализовать артериальное давление и снижает нагрузку на миокард. Чеснок справляется с отложениями вредного холестерина, предотвращая образование атеросклеротических бляшек. Удивительно, но аллицин, вещество, входящее в состав чеснока, вступает в биохимическую реакцию с эритроцитами, в результате чего образуется сероводород, снижающий напряжение в сосудистых стенках, усиливая общий кровоток. Кстати, именно сероводород, образовавшийся в организме, придает специфический запах слизистым оболочкам человека на целый день. Ряд фитонцидов и других полезных веществ в овоще оказывает подавляющее воздействие на различные вирусы, патогенные бактерии и грибки. Эти вещества не только убивают вредоносную микрофлору, но и активизируют рост и развитие полезных микроорганизмов. Не стоит забывать и о противопаразитарном свойстве веществ, входящих в состав чеснока. Именно поэтому издревле чеснок широко использовался для борьбы с глистами. Второй компонент народного снадобья – мед. Полезные свойства меда более известны в широких кругах. Уникальный продукт пчеловодства в своем составе содержит ряд натуральных сахаров, таких как глюкоза и фруктоза, а также белки, аминокислоты, ферменты, витамины, минералы и даже алкалоиды. Конечно же, самым полезным и известным свойством меда является его способность предотвращать рост и развитие патогенной микрофлоры. За высокую способность уничтожать патогены отвечает высокий процент содержания калия в меде. Полезен мед при лечении анемии и для нормализации уровня железа, содержащего белка в крови, так как в составе присутствуют медь и железо. Мед – средство номер один при кашле. Что произойдет с организмом, если смешать два полезных компонента в одном средстве? Случается так, что сочетание двух полезных веществ в одном средстве приводит к потере лечебных свойств. Одно средство подавляет действие другого. Но не в этом случае. Сочетание чеснока и меда оказывает поистине чудодейственный эффект на организм. Употребление чеснока в смеси с медом позволяет не только очистить весь организм от токсинов, но и оказывает очищающее действие на сосуды. Регулярное употребление народного средства позволяет повысить тонус, поднять иммунитет и наладить работу многих внутренних органов. Так чеснок в меду улучшает работу сердечной мышцы, повышает тонус и эластичность сосудов, оказывает болеутоляющий эффект. Какое действие оказывает средство на женский организм? Многие женщины всю жизнь борются с лишним весом, садятся на диеты, ограничивают свой рацион. Когда желаемый результат достигнут, нередко прекрасная половина человечества перестает ограничивать себя в еде, что приводит к еще большему набору массы. Использование смеси меда с чесноком позволит ускорить процесс расщепления подкожного жира, убирая последствия лишних килограммов в виде целлюлита на бедрах. Мед содержит большое количество натурального сахара, поэтому люди, не представляющие свою жизнь без сладкого, могут без вреда употреблять мед. Конечно, в разумных количествах. Более того, комплексный состав народного средства позволяет улучшить состояние кожи, выравнивая и улучшая тон кожи, сглаживая мелкие морщинки. Люди, страдающие от перхоти, могут забыть о проблеме, регулярно употребляя средства из чеснока и меда. Все это достигается наличием большого количества витаминных и минеральных компонентов, входящих в состав продуктов и дополняющих друг друга. Женщинам, страдающим от депрессивных состояний, бессонниц или же неврозов, также рекомендуется употреблять чудодейственное средство. После начала приема меда с чесноком не только улучшится процесс засыпания, но и сон станет крепче, а повышенная раздражительность исчезнет. А что же для мужского здоровья? И здесь средство оказывает выраженный положительный эффект. С возраста многие проблемы в мужском здоровье дают о себе знать. Настоящим эликсиром молодости для мужчин становится смесь меда с чесноком. Употребление снадобья позволяет не только бороться с некоторыми половыми инфекциями, но и усиливает мужскую потенцию. Свойства меда и чеснока предупреждать развитие злокачественных новообразований положительно сказывается и на мужском организме. Один из активных компонентов в составе чеснока, селен, оказывает положительное влияние на выработку тестостерона, а такие вещества, как аллицин и аденозин, повышают выносливость кровеносной системы. Доказано, что в чесноке содержатся и афродизиаки природного происхождения, влияющие на увеличение полового влечения. Притом не только у мужской половины населения, но и у женщин. Всем ли можно употреблять мед с чесноком? Такая, казалось бы, полезная смесь разрешена не всем. Не рекомендуется употреблять снадобьи людям с такими заболеваниями, как аллергия на чеснок встречается реже или мед диагностируется чаще. Патологии в пищеварительном тракте, воспаление желудка, поджелудочной железы и 12-перстной кишки. Повышенная кислотность желудка, воспаление желчного пузыря, печени или желчнокаменная болезнь, заболевание почечных структур, пиелонефрит, камни в почках, склонность к эпилепсии и непосредственно само заболевание, эндокринное нарушение, а именно сахарный диабет или ожирение. Всем остальным слоям населения употребление меда с чесноком принесет только пользу. Как приготовить целебное снадобье в домашних условиях? Ловите нашу подборку рецептов. Первый рецепт называется классическим. Кроме натурального меда и чеснока в рецепте нет других ингредиентов. Для приготовления понадобится 200 грамм меда и 120 грамм чеснока. Овощ предварительно очищают от шелухи, моют и измельчают. В удобную, желательно стеклянную емкость выливают подготовленный мед и добавляют мелко измельченный чеснок. Тщательно перемешивают, закрывают плотной крышкой и помещают в темное место для настаивания сроком на один месяц. Принимать целебное снадобье рекомендуется дважды в день по одной столовой ложке. Если смесь покажется слишком острой, можно разбавлять ее в 200 мл теплой воды. Общий курс 2-3 месяца. Затем делают перерыв. Для укрепления иммунитета желательно начать курс приема до наступления осенне-зимнего периода. Второй рецепт с добавлением лимона. Такой рецепт набирает особую популярность среди приверженцев лечения натуральными средствами. Ведь в составе, помимо меда и чеснока, присутствует настоящая витаминная бомба – лимон. Для приготовления необходимо подготовить 10 лимонов, 10 головок, не зубчиков чеснока и 1 литр жидкого меда. Если мед густой, его можно немного растопить на водяной бани, не допуская повышения температуры выше 50 градусов. Лимоны тщательно моют, разделяют на 4 равные части, вычищают косточки и прямо с кожурой перебивают в блендере. Чеснок, соответственно, также очищают, измельчают при помощи чеснока давки или мелко-мелко рубят. Лимон и чеснок перемешивают, перекладывают в стеклянную емкость и заливают 1 литром меда. Смесь должна настаиваться в темном месте на протяжении 10 дней. После настаивания рекомендуется состав процедить. Жмых принимают на протяжении 2-3 месяцев по 1 чайной ложке трижды в день. Далее необходимо сделать перерыв 2-3 недели и повторить курс для закрепления результатов. Третий рецепт с клюквой. По сути, это тот же рецепт, что и с лимоном, так как клюква является источником витамина С. Для приготовления снадобья необходимо взять 1 кг свежей клюквы, 500 мл меда и 200 г чеснока. Клюкву тщательно моют, просушивают на бумажном полотенце. Чеснок, как и в предыдущих случаях, измельчают и смешивают с клюквой, оставляя в темном месте на 12 часов. По прохождению времени добавляют жидкий мед, тщательно перемешивают. Средство готово к употреблению. Витаминный состав, повышающий работу иммунной системы, рекомендуется принимать 2 раза в день по 1,5 столовых ложки. В завершение хочется добавить, что мед является сильным аллергеном, поэтому перед его использованием рекомендуется убедиться в отсутствии побочных реакций. Аллергия на продукты пчеловодства, а в частности на мед, проявляется в виде высыпаний на кожу, сильного зуда и першения в горле. В усложненных случаях может возникнуть слезотечение, отек языка, позывы к рвоте, сильные головные боли. Для того, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции, рекомендуется на запястье или сгиб локтя нанести небольшое количество меда. Если несовместимость присутствует, то уже спустя 5 минут на коже появится красное пятно или сыпь. Те же свойства вызывать аллергию присутствуют и у чеснока. Помимо сжения на коже, употребление чеснока может вызывать неприятные ощущения в области желудка, боль, приступы тошноты, изжогу и даже расстройство стула. Если хоть один из вышеперечисленных признаков присутствует, употреблять смесь чеснока с медом настоятельно не рекомендуется. Сегодня мы расскажем вам о необыкновенно простом и одновременно мощном средстве, которое буквально за неделю применения дает удивительный результат. Ингредиенты для приготовления этого эффективного состава имеются практически у каждого в доме – это чеснок и мед. Не спорим, по отдельности два этих продукта также имеют лечебные свойства, но вместе они – настоящая сила. Они настолько идеально дополняют друг друга, что в разы усиливают оздоровительное действие на организм. Давайте сначала разберем полезные свойства каждого из компонентов по отдельности, а затем перейдем к ценным рецептам лечения различных заболеваний при помощи медово-чесночной смеси. Чеснок – это всем известный природный антибиотик, свойство которого выполняет особое вещество в составе культуры, именуемое алицин. В его составе около 200 биологически активных веществ – витамины, аминокислоты, минералы и серосодержащие вещества. Чеснок помогает не только повысить иммунитет и бороться с вирусами и бактериями, но также оказывает болеутоляющее действие, помогает очищать и разгонять кровь, улучшает работу сердца и сосудов, избавляет от токсинов и шлаков, оказывает патагонное и мочегонное действие, укрепляет организм в целом и повышает тонус. Но если вы страдаете гастритом, язвой желудка, нефрозом, панкреатитом или эпилепсией, то употребление чеснока вам противопоказано. Беременным есть чеснок можно с осторожностью, так как в больших количествах он может привести к многодневным головным болям. Мед состоит из природных сахаров, ферментов, аминокислот, алкалоидов, витаминов, белка и прочих микро- и макроэлементов. Мед – натуральный заменитель сахара, который также обладает целым списком полезных свойств. Среди них способность повышать сопротивляемость организма к вирусам и прочим инфекциям, а также противовоспалительные, противогрибковые и бактерицидные свойства. Не все знают, что мед помогает укреплять зубы и ногти, предотвращая потерю кальция. Для мужчин мед применяют в качестве средства, улучшающего качество сперматозоидов, а значит и повышающего вероятность оплодотворения. Мед положительно сказывается на пищеварении и благоприятно действует на дыхательную систему. Для диабетиков мед – настоящее спасение, ведь именно им можно заменить сахар. Мед используется и наружно, и в косметических целях. На его основе делают маски и скрабы. Он обновляет и омолаживает кожу, помогает в борьбе с целлюлитом и помогает оживить тусклые и тонкие волосы. Перед употреблением меда необходимо убедиться в отсутствии аллергических реакций, так как это достаточно частое явление. Итак, кому же будет полезно употреблять смесь чеснока с медом? Во-первых, тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, за исключением заболеваний, которые являются противопоказанием к применению. Вирусные, респираторные инфекции, бронхиальная астма, ишемические болезни сердца, атеросклероз, бронхит, пневмония, воспаление слизистой оболочки рта, дефицит витаминов, половая дисфункция, нарушение работы почек, недостаток вырабатываемой желчи – все эти заболевания могут быстрее и эффективнее излечиваться при помощи смеси меда и чеснока. Ответим на один из основных вопросов. Почему лучше всего принимать мед с чесноком именно на голодный желудок? Дело в том, что наполненный желудок не сможет усвоить все питательные вещества. А если вы хотите получить реальный эффект, то прием состава натощак поможет всем полезным веществам быстрее попасть в кровь и начать работу. Чтобы приготовить полезнейшие средства, возьмите 12 зубчиков чеснока и 300 граммов меда. Чеснок нужно измельчить или разбавить, и добавить мед. Перемешайте ингредиенты, переместите в стеклянную банку и оставьте на 7 дней в темном месте. Через неделю состав готов. Пейте по столовой ложке смеси ежедневно на голодный желудок и увидите изменения. Данный целебный продукт может храниться в течение двух лет. Рекомендуется следовать курсу приема медово-чесночной смеси. После 7 дней приема средства, пара недель отдыха и так далее на постоянной основе. Есть и другие рецепты и варианты приема чеснока. Предлагаем вам ознакомиться и с ними тоже. Для повышения иммунитета предлагаем следующий рецепт. Возьмите 50 граммов чеснока и порубите его не очень крупно. Как вариант, можно прокрутить через мясорубку. В полученную массу залейте 90 граммов чистого спирта и настаивайте в холодильнике в течение 30 дней. Затем состав необходимо процедить через несколько слоев марли и вновь оставить в холодильнике еще на два дня. После этого в полученную вытяжку из чеснока необходимо добавить и растворить 15 граммов настойки прополиса и 60 граммов меда. Принимать состав рекомендуется по специальной схеме. В первые сутки одна капля, вторые сутки две, третьи три и так далее до 15 суток. Если вы уже простудились, то не теряя времени, как только появились первые признаки, приготовьте и употребляйте следующий состав. Возьмите мед и чеснок в равных долях. Чеснок необходимо пропустить через мясорубку, а мед подогреть. Компоненты смешать и принимать три раза в день. При варикозном расширении вен, атеросклерозе, а также ишемии рекомендуется готовить состав по следующему рецепту. Взять 180 граммов меда и 110 граммов порубленного чеснока. Перемешать и оставить настояться в течение одного месяца. Принимать по одной столовой ложке три раза в день в течение двух-трех месяцев. Если к дуэту меда и чеснока добавить лимон, то можно еще больше расширить спектр действия лечебного состава. Для его приготовления подготовьте 7 лимонов, 5 головок чеснока, 60 граммов меда. Чеснок разделите на очищенные дольки, лимоны нарежьте вместе с кожурой на небольшие кусочки, очистив цитрус от косточек. Поместите чеснок и лимон в блендер и доведите до однородной консистенции. В полученную жидкую смесь добавьте мед, перемешайте и дайте полученной кашице отстояться, после чего слейте сок. Такой напиток можно хранить в холодильнике в течение 7 дней. Используйте для хранения посуду из темного стекла. Это средство поможет не только укрепить иммунитет и помочь в более быстром избавлении от простудных заболеваний, но и избавит организм от токсинов и шлаков, которые накопились за многие годы. Применяя средства в очистительных целях, исключите полностью алкоголь, крепкие кофеинсодержащие напитки, острые специи и приправы. Следите за количеством выпиваемой воды. Вы должны пить не менее 2,5 литров в сутки. Такая смесь очень полезна для мужского здоровья. Принимая такой состав, вы забудете о проблемах с потенцией, ведь он очистит кровь и активирует кровообращение, в том числе и в области малого таза. Соответственно, эрекция улучшится, а вместе с этим и качество сексуальной жизни. Простатит – одна из самых частых мужских проблем, которая сопровождается очень сильной болью при мочеиспускании. Если принимать состав регулярно, снизится риск развития рака простаты, а симптомы простатита облегчатся или вовсе исчезнут. Лечебная смесь поможет привести в норму обмен веществ, наладить пищеварение и помочь избавиться от лишних килограммов. Для спортсменов такой напиток поможет нарастить мышечную массу. «Как?» – спросите вы. Все объясняется на гормональном уровне. За строение мышц отвечает гормон тестостерон, а при сильных физических нагрузках начинает вырабатываться гормон кортизол, который мешает мышцам расти. Если перед тренировкой принять состав из чеснока и меда, это будет стимулировать выработку тестостерона, а секреция кортизола заблокируется. Чем полезен чесночно-медовый состав женщинам? Он способствует активному сжиганию подкожного жира, помогает избавиться от апельсиновой корки на бедрах, руках и животе. Тиамин в составе продуктов оказывает благотворное влияние на нервную систему и предотвращает ее расстройство. Регулярное употребление чеснока с медом поможет вам реже сталкиваться с такими расстройствами, как бессонница, депрессия, невроз, раздражительность и апатия. В случае проявления таких симптомов, как кожный зуд, чихание, кашель, першение в горле, покраснение и слезоточивость слизистых глаз, отек языка или губ, головная боль, рвота, повышенная усталость, вполне вероятно, что у вас аллергия на мед. Вам необходимо сразу же прекратить прием средства и обратиться к врачу. Рекомендуем вам перед началом приема провести тест на наличие аллергии. Нанесите каплю меда на внутреннюю сторону локтя или на запястье. Если на мед организм дает аллергическую реакцию, то уже через 5 минут кожа покраснеет или покроется сыпью. И еще один важный момент. Прием данного средства необходимо согласовать с вашим лечащим врачом. Не занимайтесь самолечением, чтобы избежать негативных последствий для вашего здоровья. Для кого-то существенным препятствием для приема этого чудодейственного средства становится запах чеснока изо рта. Мало кто рискнет съесть что-то, что содержит в своем составе чеснок перед важной встречей, совещанием, собеседованием или другим мероприятием. Запах обусловлен серосодержащими веществами в составе чеснока. А помочь может простое яблоко. Съешьте яблоко, и оно нейтрализует запах чеснока за счет оксикислот в своем составе. Другая проблема – неприязненное отношение к чесноку. Некоторые люди не могут съесть что-то, что содержит чеснок из-за его резкого запаха. Тогда рекомендуем вам перед приемом пожевать веточку петрушки или лавровый лист. Эфирные соединения в их составе на время замедлят обонятельные рецепторы и запахи станут менее навязчивыми. Комбинация лекарственных ингредиентов, лежащая в основе уникальной здоровительной смеси – это сокровище, которое помогает нам повысить защитные силы организма и улучшить общее состояние здоровья. Вы еще не пробовали лимонно-чесночный мед? Такая комбинация, вероятно, покажется вам очень странной, поскольку в нее входят ингредиенты, которые на первый взгляд могут оказаться несовместимыми. Натуральная медицина веками использовала его как отхаркивающее и уникальное средство для повышения защитных сил организма. Кроме того, в лимонно-чесночный мед можно добавить ингредиенты, которые значительно улучшают природные свойства этого лекарства. Предлагаем вам узнать об этом простом натуральном средстве, которое помогает вылечить множество заболеваний, его легко приготовить, оно недорогое и обычно хорошо переносится. Чем полезны ингредиенты лимонно-чесночного меда? Низкокалорийный и богатый витамином С лимон обладает множеством полезных свойств, включая улучшение пищеварения и укрепление иммунной системы. Лимон – это цитрусовое растение, которое относится к семейству рутовых. Лимонное дерево может вырасти до 6 метров в высоту и цветет примерно два раза в год, при этом цветение продолжается до двух месяцев. Плод лимона имеет желтую кожуру, которая может быть гладкой и шероховатой. Богатые эфирными маслами, которые извлекаются для использования в кондитерской промышленности и даже в парфюмерии. Лимон – калорийность и пищевая ценность. В лимоне мало калорий, около 29 калорий на 100 грамм и незначительное количество жира. Он состоит в основном из воды и имеет низкий глимический индекс. В лимоне много калия, витамина С, бета-кератина, криптоксантина, лютеина и заексантинта. Свойства и пользы лимона. Лимон благодаря своим свойствам широко используется в терапевтических целях. Он обладает антиоксидантными свойствами, а высокое содержание витамина С помогает предотвращать старение клеток и противодействовать окислительному повреждению, вызванному свободными радикалами. Употребление лимонного сока во время еды может улучшить пищеварение, так как стимулирует выработку желудочного сока. Лимон обладает очищающими и детоксицирующими свойствами, а также способствует выведению шлаков и токсинов, накопленных в организме. Благодаря наличию лимонной кислоты этот цитрус препятствует образованию камней в почках и способствует их устранению. Иммунная система может быть мобилизована регулярным употреблением лимона благодаря высокому содержанию витамина С, который помогает бороться с простудой и гриппом. Также благодаря наличию аскорбиновой кислоты лимон способен предотвратить начало подагры, потому что он снижает количество мочевой кислоты, присутствующей в организме. Лимон следует использовать с осторожностью людей, страдающих гастритом и гастроэзофагинальным рефлюксом, поскольку он может вызвать повышение кислотности желудка и раздражение слизистых оболочек. Не добавляйте лимонный сок в кипящую воду. Витамин С термостабилен, поэтому не рискуйте нарушать свойства лимона. Интересный факт, греки импортировали лимоны из Азии и использовали их для ароматизации одежды и защиты от моли. Чеснок. Свойство пищевая ценность – калорийность. Чеснок принадлежит к семейству лилейных, но некоторые ученые из-за формы цветения относят его, как и лук, к семейству аморелисовых. Благодаря своим свойствам он полезен для иммунной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также в виде средства от простуды и гриппа. Чеснок – растение, известное с древних времен. Его уже использовали египтяне в III тысячелетии до н.э., а затем греки, римляне, китайцы и индийцы. В настоящее время чеснок используется в сыром виде, в салатах или добавляется в соусы, тушеные, рыбные или овощные блюда. Также он незаменим при приготовлении колбас и в консервной промышленности. Чеснок имеет солидную лечебную репутацию. Он отлично подходит для профилактики гриппа, кожных заболеваний, простуды и для здоровья кишечника. Зубчик чеснока является резервуаром высокоэффективных лечебных активных ингредиентов, таких как алицин, сера, витамины группы В. Он обладает противоглистной активностью, против круглых червей и остриц, а также муколитическим, гипотензивным, отхаркивающим, витрогонным, антисептическим и глипогликемическими свойствами. Роль этого растения в регуляции триглицеридов, а также в улучшении взаимосвязи между плохим и хорошим холестерином очень велика. Чеснок также известен своими приятными свойствами. Он помогает поддерживать активную и здоровую сексуальность, являясь афродизиаком, благодаря положительному действию на кровообращение в целом. Мед. Описание свойства пользы. Мед антибактериальный и антисептический союзник иммунной системы, широко используемый не только для поддержания здоровья, но и для красоты в косметологии. В одном из своих лабораторных экспериментов доктор Молон обработал медом семь разновидностей микробов бактерий, которые вызывают разные инфекции. Все семь видов бактерий были нейтрализованы драгоценным продуктом человодства. Во Франции ученый Бернарде Скотт, глава отделения внутренней хирургии и трансплантации в больнице Лиможа, начал использовать мед для лечения проблем с рубцами и лечения ран еще в 1984 году, что стало положительным результатом, и он создал настоящую медовую терапию, которую впоследствии он переименовал в эпитерапию. Одна из самых важных функций меда – антибактериальные. Некоторые виды имеют огромное количество перикси водорода, которое применяется для дезинфекции ран. Высокие температуры, которым подвергается мед во время пастеризации, нейтрализуют некоторые полезные свойства, поэтому для получения максимального бактерицидного эффекта идеальным является сырой, необработанный мед. Мед облегчает симптомы язвы желудка и используется для лечения диареи. Также он эффективен при запорах, поскольку содержит большое количество фруктозы, сахара, способного попасть в толстый кишечник, не перевариваясь. Калорийность меда составляет 304 ккал на 100 грамм продукта. В зависимости от вида меда меняются и лечебные свойства. Мед акациевый положительно действует на пищеварительную систему. Лесной мед показан при гриппе. Апельсиновый мед обладает антисептическими свойствами. Подсолнечный мед обладает противовоспалительными и жаропонижающим действием. Он рекомендуется при повышенном холестерине. Вересковый мед обладает противоревматическими и антианимическим действием. Алиповый мед успокаивает менструальную боль, обладает мочегонным действием. И только мед из пылевых цветов оказывает детоксицирующее действие на печень. Мед с чесноком и лимоном. Чем так уникальна эта смесь? Мед с чесноком и лимоном – это очень полезная смесь. Она не творит чудес, но помогает улучшить многие процессы, которые часто ослабевают из-за стресса, возраста или смены сезонности. Мед и чеснок обладают противогрибковыми свойствами, а цедра лимона очень полезна благодаря эфирным маслам, лимонной, яблочной и муравьиной кислотам. Благодаря смеси этих ингредиентов можно эффективно бороться с вирусами и бактериями. Основные свойства лимонно-чесночного меда. Первое. Улучшает кровообращение. Регулярный прием меда с чесноком и лимоном помогает улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Все это благодаря соединениям серы-чеснока и питательным веществам меда. Витамин С, содержащийся в лимоне, обладает антиакогулянтным и тонизирующим действием, предотвращая образование тромбов и варикозного расширения вен. Второе. Снижение плохого холестерина. Если вы контролируете свое питание и избегаете малого подвижного образа жизни, то попробуйте это средство на завтрак. Принимайте натощак ложку лимонно-чесночного меда, и это поможет вам контролировать уровень плохого холестерина, благодаря аллицину, присутствующему в чесноке. Это соединение помогает очистить кровь от избыточного холестерина и регулирует уровень холестеридов. Эта смесь – отличное средство от кашля. Лимонно-чесночный мед идеально подходит для выведения слизи из легких, способствует образованию сурфактана и предотвращает ощущение сухости в горле. Если вы несколько дней мучились от сухого кашля, вы можете вылечить его этим средством за пару дней. Также любая проблема бактериального или вирусного происхождения хорошо подается лечению лимонно-чесночным медом. Четвертое. Уменьшение воспалений. Воспаление – это результат инфекционного процесса и естественной реакции нашего организма на патогены или воспалительные процессы. Если мы привыкнем принимать это средство на регулярной основе, мы заметим его противовоспалительное действие при артрите, отечности и миалгиях. Как приготовить чесночный и лимонный мед? Необходимые ингредиенты – один стакан меда, 10 зубчиков чеснока, один стеклянный контейнер с герметичной крышкой, цедра половины лимона. Очень важно, чтобы ингредиенты были органическими, и в случае с медом это фундаментально. Иногда дешевый магазинный мед – это не что иное, как продукт с избыточным содержанием сахара и недостатком питательных веществ, поэтому он не принесет никакой пользы. Первое, что нужно сделать – это измельчить чеснок, затем положить мед в стеклянную емкость и добавить к нему чеснок. Нарезать цедру лимона на кусочки и добавить ее к другим ингредиентам. Плотно закрыть и дать настояться смеси в прохладном и сухом месте 3 дня. По истечении этого времени у вас будет уникальное средство для вашего здоровья. Отвар из имбиря, чеснока, лимона и меда. Этот рецепт был известен с древних времен и широко использовался нашими бабушками и дедушками для лечения профилактики многих патологий. Ингредиенты. 4 лимона с цедрой, 2 зубчика чеснока, 1 корень имбиря или 3 столовые ложки порошка имбиря. Вода, мед. Промойте лимоны содой, очистите чеснок и натрите имбирь на мелкой терке, после чего соедините ингредиенты и хорошо перемешайте. Добавьте немного воды, переложите все в кастрюлю и доведите до кипения. Время от времени помешивайте и дайте прокипеть около 10 минут, после чего снимите с плиты и дайте остыть смеси. Как только она загустеет и остынет, смесь можете разлить по банкам и убрать в холодильник. Перед употреблением столовую ложку смеси надо размешать в стакане теплой воды и добавить чайную ложку меда. Как и когда употреблять отвар? Вы можете принимать поливитаминную смесь из лимона, чеснока, меда и имбиря 2-3 раза в день и желательно это делать за 1 час до основного приема пищи. И она обладает следующими положительными свойствами. В исполнении недостающих витаминов и микроэлементов, благодаря тому, что лимон богат витаминами С, А, В, П, П, фосфором, кальцием, медью, марганцем и сахаром. Это эффективное поддерживающее средство, так как имбирь – это превосходное противоопухолевое и очищающее средство. Он богат минеральными солями, включая марганец, кальций, фосфор, натрий, калий, магний, железо и цинк, витамины группы В и витамины Е. Обеспечивает поддержку иммунной системе из-за того, что чеснок – это природный антиоксидант, антибактериальное и мочегонное средство. Его употребление показано пациентам с атеросклерозом, а также для лечения гипертонии и гиперхлористиринемии. Это идеальное сочетание ингредиентов позволит увидеть ошеломительные результаты уже в течение первой недели лечения. И очень важно, при наличии серьезных заболеваний, постоянно принимать эту натуральную целебную смесь. При необходимости курс можно продолжать в течение трех недель подряд. Как принимать лимонно-чесночный мед? Вы можете принимать его по чайной ложке в день натощак или развести чайную ложку смеси в стакане теплой воды и пить строго до завтрака. В идеале следует принимать лимонно-чесночный мед ежедневно в течение недели, а затем сделать перерыв на 10 дней и начать лечение заново. Вы сразу заметите результат.